Добрый день, дорогая церковь. Это была, конечно, поездка такая, впервые в жизни, но я думаю, вы знаете, почему Геннадий зачитывал. И, естественно, первое, что я хочу сделать, это поблагодарить и всю церковь за молитвы, и тех, кто поддерживал, и с детьми тоже. Потому что это не просто помощь, а это Божье общее дело. Кто-то помогает, кто-то молится, кто-то действует, и это единое тело Христово. Поэтому большая благодарность. И я хочу, ну просто не могу об этом молчать, действительно, эти были, я уже, когда я приехал, я не помнил, какой был день. Такое чувство, что прошло дней пять-шесть, но оно как в один день. И решил поделиться и свидетельством, и словом, и слово, тема сегодняшнего моего слова, Оксана, можно? Какова цена жизни, да, вы помните это письмо? А долгожительство на земле или вечная жизнь в Царстве Бога? Вы потом поймете, почему это в конце, когда я возвращался сюда, мне пришло такое слово, подтверждение. Конечно, сегодняшнее слово это больше переживания сердца, которые были из глубины так сказать достаны или как, но Богом обнажены. Все началось, естественно, с того, что 22 февраля, да, я узнал, что мой отец погиб, я приехал в магазин и понимаю, что мама резко звонит и говорит, что я по первому слову понял, то есть по первой букве слова, что что-то не так. Потому что Бог меня со временем подготавливал о том, что рано или поздно родители, мы все не вечно, они уйдут. Но подготовка, так сказать, еще началась до четверга, ой, до пятницы, в понедельник. Я остался один с детьми, Оля уехала и самое интересное, что мое состояние здоровья, оно было, я не скажу, что в самом хорошем состоянии, то есть одолевал действительно слабость, кашель, такое, что ну это такое чувство, что легкие легче достать и положить, чтобы они отдохнули, потому что было тяжело. Но каждое утро, наверное, по полдня меня внутри наставляло одно слово, когда Дух Святой наполняет меня и танцует, как царь Давид. Действительно, слово, которое укрепляет и дает радость. Ты не понимаешь, почему, но Бог знает, почему. То есть четыре дня меня это слово, оно внутри постоянно было, но это, знаете, как песня по радио пройдет и оно вот на языке и все, но это не была услышанная песня. Я знаю, что есть прославление, да, и у нас это поют. Но это пришло слово из сердца и оно действительно вот оп и лежало там долго. И естественно, когда узнал весть в магазине, такое чувство, что ты проваливаешься под лед, куда-то под лед или еще куда-то. Ну, я бы сказал, что ты находишься в вакууме и ты не знаешь, что делать. Когда находишься в магазине, ты забываешь, зачем ты сюда вообще пришел. Придя домой, я просто сел в куртке и начал как бы и думать, и понимаешь, вроде бы с одной стороны и плохо, а с другой стороны сердце радостью наполняется. Это то же самое, что примерно ну вот и горячо, и холодно. То есть приложить руку к огню, зная, что он горячий, а он холодный. То есть тебя почему-то внутри какая-то пустота, но что-то наполняет. Все держит в своей руке. И день, вся эта поездка очень интересно слаживаться началась. Не понимаешь, вообще не понимаешь, когда впервые такое в жизни, и ты самый младший вообще в семье, и когда у тебя с детства страх такой смерти, потому что я, ну, брат в 19 лет там погиб, на два года старше меня, потом, я никогда не любил эти процессии. Похоронные процессии, они очень, ну, для меня это имел страх такой. И, естественно, я был не готов никуда не лететь, не ехать, но я внутри лишь стоял на одном слове. Если Бог дает, если он действительно хочет, то я иду, а там уже как будет. Я не знаю почему, но просто пришло такое смирение. Ну, действительно, когда теряешь самых близких, для многих людей приходит смирение. Но когда в такой ситуации впервые, то тут, кроме Бога, не на кого надеяться. И пока я сидел просто, я не заметил, как все сложились, билеты, перелеты, да, чтобы добраться в зимний период до Беларуси, это немножко проблематичнее, чем в летний. Если в летние летят чартеры, то чтобы зимой, ну вот мне понадобилось порядка 34 часов пути, чтобы до туда добраться, в совокупности. И за это время, ну я 4 часа только поспал и все. И бодрый был. Потому что Бог ведет, когда не замечаешь усталость. Для меня это действительно было откровением таким, поддержка какая-то. И действительно, как вы знаете, да, Оля находилась в Москве, и в воскресенье она должна была уже прилететь. Но Бог чудным образом, то есть одни билеты отменяются, вторые покупаются. Я знаю, что раньше нам с Москвы на родину приехать, да, 600 километров на поезде, тоже было проблематично, потому что билеты взять хорошие, чтобы можно было приехать, это тоже проблематично. А тут за, буквально за день все усматривается. И самое интересное, что Бог всегда давал подтверждение, ну как он, ободрение. Оксана, можно одну картинку? Бог, который сохранил Даниила, сохранит тебя и твою семью. Вы все помните эту историю о Данииле, когда он всегда был верен Богу. Когда кто-то со стороны был очень недоволен. Его, казалось бы, кинули ко львам. Львы, царь зверей, суровый, грациозный, который имеет очень большую силу, но Бог сохранил. И для меня это было успокоением, подтверждением, что все для Божьей славы. Мы можем головой не понимать, мозгами, мыслями, что происходит, но главное отдать свое сердце Богу, и все будет, как говорится, в лучших традициях Бога. Когда я выезжал из Варны, я только молился об одном. Как вы помните, у нас тогда снег выпал резко. Был от нем плюс 16, потом минус 2, снег. Пока с таксистом ехал, машины скользят. Я только молился об одном, чтобы до Софии добраться на автобусе нормально, потому что по гололеду, знаете, 500 километров тоже ехать не очень. Слава Богу, добрались. То есть с утра уже был в аэропорту в Софии. И так получилось, что, ну, Геннадий тоже позвонил, говорит, но он еще накануне говорит, если, говорит, ну, поедешь, знаешь, что сказать. Вот это, вот это, ну, скажи по свидетельству и там к покаянию призови, да. Говорит, если есть, конечно, пастера знакомые, то, ну, будет хорошо, если они там прибудут, потому что они знают, как это делать. Да, мы связались с пастерами. В принципе, они сказали, подумают, но мы не знали, когда будет дата, когда будет дата похорон. И я рассчитывал, что если это понедельник, то, ну, все будет хорошо. Если воскресенье, я понимал, что, может быть, будет служение, и, ну, все равно все будет хорошо. То есть Бог устроит. То есть то, что пастер может не приехать, но я думаю, все будет хорошо. И как только вот, когда я сел еще в автобус, оботрение такое было. Оксана, можно с 17 по 21 стих деяния? Мне пришло одно слово. Это деяние, вторая глава. Я беру телефон, у меня приходит напоминание. И впервые что-то глубокое так сел и смотрел, и долго думал. Я решил полное слово, чтобы связать, чтобы показать. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями и вразумляемы будут. Далее. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни и залью от Духа моего и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Как вы видите, слово, да, там написано, что и солнце превратится, и все будет в крови, но написано, что будет надежда, и всякий, кто призовет имя Господа, Иисуса Христа, спасется. Это тоже было ободряющее слово в поездке, что надо нести слово, и если Бог направляет, то это ко спасению. Я еще такое добавлю. То есть постоянно какие-то вот ободрения от Бога были. Когда поезд проходит туннель и становится темно, ты не выпрыгиваешь из поезда, ты сидишь, доверяя машинисту. Доверяй Богу, несмотря на то, как мрачна твоя ситуация. Бог говорит тебе сегодня, ты все преодолеешь, я с тобой. В любой ситуации двигайтесь за Богом, потому что Он всегда усмотрит. Мы всегда вчера были, да, Иордан проводил семинар финансовый, даже в бизнесе, в любой ситуации, как бы ни была ситуация, но если мы надеемся на Бога и упываем на Него, то Бог всегда укрепит. То есть я понимал, что потерять близкого человека, это для людей в мире, это очень серьезно. Это как потерять все. Но Бог всегда, Он хочет лучшего для своих детей. Мы ведь знаем, что в слове написано «Спасешься ты, спасется весь твой дом». Возможно, мне, как человеку, который отлепился очень быстро от семьи, и мы переехали, и начали следовать за Богом, как-то процесс того, что ушел отец, он по-другому проходил, ежели как у моей сестры, допустим, или у швагры, потому что они действительно переживали. Но когда ты с Богом отлепился и идешь, у тебя всегда чувства остаются. То есть мы почитаем родителей, любим родителей, чувства остаются. Но с другой стороны, мы прилеплены к Богу. Это важно каждому христианину понимать, что наше будущее зависит от Бога. Ведь не зря в Матфея, в 19 главе и в Бытие написано, что посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плоти. Так что они уже не два, но одна плоть. И я еще добавлю, что и Бог между ними. Потому что когда с Богом веревка, скрученная в трое, она не скоро порвется. я скажу так, что когда доверяешь Богу, то Он поднимает в немощи. Я понимал, что ситуация, ничего нельзя изменить, ничего абсолютно. Но Бог, Он через эти немощи делает свои слова, Он делает свое дело, потому что Он каждого хочет спасти. И да, действительно, когда я сел в самолет, то есть понятно, что какие-то чувства они переполняют. И вот то письмо, которое зачитывали на прошлом служении, я думаю, его можно будет разместить на Ютубе под проповедью, кто не читал. и это письмо было написано действительно переживаниями сердца, когда Бог накрывает. Я даже не заметил, сколько времени мы летели, я знаю, что это порядка двух часов долететь до Киева. Как только взлетели в небеса, я достал телефон, и у меня все мысли, то есть я начал записывать. И практически я закончил писать только минут за 10-15 до посадки. То есть это переполняло, и это действительно те переживания, которые не стоит прятать, а их действительно нужно показывать. Потому что даже через эти переживания люди задумываются и они на самом важном останавливаются. То есть, как я подчеркивал, что важно не тело, важно душа. Душа – это самое ценное, что сегодня у нас есть. Это те переживания, которые вкладываются, которые связывают пошедшего человека с нами вместе. Так получилось, что, естественно, подготовку к похоронам я все провел в дороге. Я приехал уже тогда, когда день похорон, то есть в 10 утра я только приехал с поезда и сразу туда поехал. То есть я бы сказал, что день 24 февраля, это воскресный день, для меня это был как день миротворца. Я бы сказал так, что, что такое хладнокровное сердце? Очень важно его иметь, но чтобы оно не черствое было, а хладнокровное, чтобы действительно оно слышало Бога, а не эмоции и чувства. И хладнокровное сердце для меня – это когда мозг понимает, что все плохо, а сердце ему не подчиняется, потому что оно в руках Бога. то есть все вот эти вот переживания, но у меня это получилось так, что мое сердце, оно просто независимо от эмоций, оно находилось в чьей-то руке, в руке Бога, которые слезы прошли в первый день, дальше, конечно, накатывали чувства переполнения, но это не было чувство потери. Как мы знаем, что для христианина и смерть приобретения. Ведь даже Павел филиппийцем в первой главе, когда он находился под стражей, он говорил, что говорит, я бы и умер бы, и ушел бы к Отцу на небеса, для меня это приобретение и радость соединиться с Господом. Но говорит, но если я еще нужен здесь, для того, чтобы взращивать Божие Царство, помогать, наставлять, то я и здесь рад быть. И поэтому все во благо. То, что я действительно, почему я говорю День Миротворца. И нам важно быть миротворцами независимо от ситуации. Когда люди без Бога, это действительно, я увидел очень такую серьезную картину, когда я приехал туда, мне сестра сразу говорит, ты тоже хочешь сходить? Я без задней мысли, ну пошли. То есть то, что я увидел, и она мне на фото показала, ну это страшная картина была, но оно так не запечатлилось в сердце. И естественно, ситуацию, которую я увидел, она не поддавалась никакой логике, почему так произошло. Потому что отец во многих делах, он был профессионал своего дела. и то, что он делал, он делал правильно. А почему так произошло? Только христианин может понять, почему так произошло. Потому что люди, которые, это не в осуждении, но просто я говорю, что позиция мерзкая. Как? Когда человек приходит на место, где это случилось, он говорит, ну не говорит, а легче осудить человека, который ушел, что он сделал что-то не так, чем принять тот факт и запечатлеть в своем сердце самое лучшее, что было у него с этим человеком. И когда я пришел на то место, там тоже еще шли родственники, и тут они говорят, он делал не так, это делал не так. И когда приходит твердое слово от Бога, то просто говоришь, а какое право мы имеем судить? Мы не знаем, почему так произошло. Легко сказать, но а смысл какой? Слово не вернет уже ничего. Я бы сказал так, что даже если мы не понимаем, почему так произошло, то все во благо. Потому что особенно верующим это во благо. И то, что получилось, я внутри одно понимал, что я не знал, мне Геннадий сказал, что, к примеру, говорить, но я не знал, что. У меня в практике этого не было. и поэтому Бог дал письмо и на утро я был точно уверен, что мне просто нужно прочесть переживания своего сердца и донести, что самое ценное у нас. О душе. Бог дал слово в виде письма, а я просто доверился. У меня никаких мыслей не было. Какие могут мысли быть? можно, Оксана, еще и римлянам 10 глава. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведностям, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и Елином, потому что один Господь у всех богатый для всех призывающих Его. ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И Оксана, можно картинку, которую мы пропустили, но она все равно пойдет в тему, другая немножко. то есть опять же перед этим днем опять приходят какие-то ободрения. Да, может, посредством электроники, но все равно она приходит, и ты думаешь, все кончено, а Бог говорит тебе, у меня есть план для тебя. И через это слово я понимал, что когда мне нужно было говорить письмо, я понимал, я даже говорил сестре, говорю, у меня есть слово, которое я должен сказать. Она говорит, хорошо. и я понимаю, что мне его нужно сказать, когда будет максимальное количество людей. И Бог и это усматривает. Как вы понимаете, что на нашей родине понятно, человека в гробу приносят в дом, потом там приходят, смотрят, ну как бы цветы, венки приносят, слово говорят где-то, то есть соболезную переживают. И я сначала думал прийти в дом, то есть прочитать. но я вижу, что много людей они находятся на улице, потому что ну места мало. Я просто доверился Богу и говорю, ты найдешь время. И так получилось. Я переживал, что когда на кладбище повезут гроб, то есть тело, то часть какая-то людей, она обычно может остаться дома, там помогать, ну как бы что-то делать. Но все люди, они отправились туда. там я познакомился с батюшкой, батюшка до этого, ну он естественно в доме говорил слово, и действительно хорошее слово, он сказал, что прежде всего нужно молиться. Естественно, на кладбище я подошел с ним, познакомился немножко, и мы друг друга поняли. Я сказал, что мы под одним богом ходим, поэтому я после вас скажу слово. Он сказал, что раз ты сын, ты обязательно должен сказать. Еще и подпатрил получается. и когда принесли, то есть понятно, до этого погода, я вам скажу, что в ночь, когда я в Минске находился, температура была до минус 15, передавали. То есть какая температура была бы в этот день, я не знаю. Но так получилось, что было и тепло, и безветренно. Единственное, что меня смущало, еще были переживания в сердце, где-то подымалось такое, и эмоции могли заглушить. когда батюшка сказал, что ну вы можете сказать слово, сначала вышел человек, который с работы, то есть много было работников, действительно порядка 60 может даже больше человек всего. И меня смущало то, что люди вроде суетятся где-то, хрустит снег. Я понимаю, что мой голос просто не выдержит сказать. но когда действительно вот человек вышел, ну что он может сказать? Он сказал переживания, которые соприкасались с человеком. И больше слов не было. И когда я стоял, думаю, может еще кто-то выйдет, но внутри слова, если я не выйду сейчас, я не выйду никогда. То есть Бог подпадривал, он давал силу. И когда выходишь среди людей, представляешься, я говорю, что я сын как бы, ну понятно, я самый младший как бы из всех родственников, даже с двоюродных, троюродных, минимум, кто старше, это от двух до десяти более лет. родственных. То есть естественно, возрастные такой, как сказать, люди, которые там собрались, я начал говорить, когда я начал говорить слово, то вы не поверите, но полная тишина настала. То есть никто не говорил, потому что обычно люди стоят по разные стороны, кто-то сзади начинает говорить, переживания свои, но здесь тишина полнейшая. Никогда не видел такого. И никогда у меня не было такого оботрения говорить слово, учитывая, что до этого я избегал этого. Для меня это были переживания такие не очень хорошие. И когда было сказано зачитано письмо, многие естественно рыдали, плакали, мужчины, от которых я не видел слез и 10 лет. То есть Бог, Он что-то делал в их сердцах. Я скажу, Он действительно сделал многое, что у меня даже было такое ободрение внутри, что отец, как вы знаете, он покаялся полгода назад, и многие его отмечали, что действительно у него было очень большое отцовское сердце. Я говорю, вот эта любовь, она проросла в Божьи семена. То есть в каком-то случае он был как Агнец. Мы знаем, для чего Агнец был в Библии. Но в этом случае он был для спасения других. Потому что я понимал, что возможно тех людей, которые там собрались, кому-то 60-70 лет, кому-то больше, я их возможно уже не увижу. И я скажу, что в тех уголках, где они живут, я не уверен, что дойдет Евангелие, пока они живы. И очень Бог действительно смирял сердца многих. И я скажу, что отец очень переживал по своим родственникам, которые рассоединились в пути. Это очень близкие родственники, я не буду говорить, но через эту ситуацию ко многим пришло смирение, прощение, ушла всякая гордость и действительно пришло воссоединение. То, что происходило вечером, естественно, Бог давал всегда слово, чтобы поддержать и маму, и дядю, потому что они все рядом жили. То есть всегда перестраивал на позитивную мысль, чтобы настроить маму жить дальше, чтобы действительно ободрить ее, чтобы найти смысл достать там, где он спрятан. То есть и Бог и это усматривает. Что касается следующие дни, что происходило, мы поехали в город уже готовиться к отъезду, там пошли к одной сестре, чтобы вы понимали, наши сестры, они старше нас на 8-10 лет, то есть у них всегда свое мнение, и наше мнение, когда говорилось, но младших мнений, оно никогда не учитывалось, то есть, а здесь что-то произошло наоборот, и действительно мы увидели смиренные сердца, которые Бог, как говорит, он младшего поднимает, ставит перед другими, и мы вчера даже общались вечером с Иорданом, с Люси, и они тоже говорили такие истории, когда говорит, младшие просто смиряются перед Богом, и он их поднимает, и делает, как первосвященниками, это действительно духовное, и этому есть место, и то, что я наблюдал, это действительно было что-то непонятное, не поддается логике, и обнажились действительно те камни, те, так сказать, стены, которые действительно разъединяли, и сердца сестер, они были открыты, то есть они, когда Оля говорила в конце, такое, хочешь, мы за тебя, за вашей семьи будем молиться, если раньше говорили, что типа молитесь, то сейчас они говорили, обязательно молитесь, то есть Бог эти сердца, он смиряет, он наполняет, и через такие ситуации это дает во благо, конечно, весь путь, он во многом, то есть на второй день мы пошли к другой сестре, и тоже, когда Бог переполняет сердце, ты не можешь молчать, ты в любом случае, ну найдешь, как сказать, когда семя правильное в тебе растет, оно всегда найдет плод, чтобы выскочить и дать другому, вы же не можете яблоню, которую посадили на своем участке, вкусные яблоки, не дать кому-то, который придет к вам гостю, вы всегда угостите, то же то же самое и здесь, когда наши сердца переполняются, мы дарим эту любовь, мы действительно хотим делиться, и далее момент, так сказать, мы думали уже домой, вечером поезд, садимся в поезд, с утра в Москве, потом перелет, это наверное одна из таких курьезных ситуаций, но у Бога все не случайно, я думаю давай Оля расстелимся, покушаем быстро и ляжем спать, я уже принял витамины у нас есть такие PM, которые как-то часы восстанавливают биологические, я думаю ну все, через час я усну, и так получается, что проходит час, мы приезжаем в другой город, и тут заходят такие дяди лет под 40 и больше за 40 даже, но веселые, я вижу, что они по разговорам едут на вахту, я знаю, что такое вахта, и вахта это действительно труд, где-то адский труд, без отдыха труд, и далеко где-то, то есть ребята едут в Сибирь, как я потом узнал, и что интересное, до того, как они вошли, я вижу, где-то забота такая между друг другом там помогают, и у меня внутри, вот если говорю, начнет разговор, задам всего лишь два вопроса, чуть позже скажу, и так получается, эти ребята с такими большими сумками, баулами, как хоккейными, я говорю, ребята, вы куда-то едете с такими сумками, но без клюшек, ну потому что у меня брат хоккеист был, вот, они смеются, говорит, ну без клюшек, потому что говорит, на работу, надолго, ну и как-то одно, второе, там женщина проходит, с которой Оля оказывается, она с Москвы ехала в одном купе, и она оказывается через стенку опять с нами едет, а Оля уже, я так понял, что это какое-то семя посеяло, и она подсаживается, начинает разговаривать, говорит, а я вот верю во что-то, то есть разговор сам по себе начинает, то есть когда мы даем Богу сердце двигаться, он двигается так, что мы не понимаем зачем, и факт то, что мы начинаем свидетельствовать так, как будто нам это очень нужно, хотя мы просто говорим, никакой корыстной цели, абсолютно, я хотел просто поспать, и если учитывать, что поезд в 8, мы сели на поезд в 8, в 9 получается эти ребята зашли, я уже должен был спать, но разговор продлился до часа ночи, до часа ночи, и первые вопросы, которые я задал, то есть парень такой подсел, он услышал что-то и говорит, ну говорю вопросы, а он что-то говорит отличие, а что вот вы как бы там верующие, что вы там, я говорю, давайте задам просто два вопроса, первый вопрос, откуда ты произошел, а второй вопрос, в чьей руке твое сердце, второй вопрос оказался для него очень глубоким, на чем он начал мыслить, действительно, то, что говорилось в моем сердце, оно не останавливалось, я просто ему говорю, пойми, я не религиозный, то есть мы раздвинули эти мосты, но то, что я переживаю, то, что пережил, я не могу это держать, я люблю правду и не могу ее скрывать, то есть мы обменялись телефонами, я верю, что семя, которая была посеяна, но мне не нужно за него переживать, в Библии написано, что кто-то сеет, кто-то взращивает, а кто-то собирает урожай, и я верю, что Господь, Он сам все сделает в нужное время, и вот из этой ситуации, из поездки, я вынес, ну вот, как проходить эти ситуации, я знаю, что для многих христиан, для всех это, это тяжелые моменты, когда уходит близкий человек, и для меня такие пункты, ну, хочу выделить, может, кому-то поможет в будущем, что нужно делать, и как преодолевать страх, вот это вот, когда человек умер, когда родители уходят, братья или сестры, или дяди, тети, не важно кто, первое, молиться, потому что Бог, Он всегда отвечает на молитвы, и всегда успокаивает, второе, понимать, что все во благо верующему, я понимал, что мой отец, он призвал Господа, Иисуса Христа, своим Господом, и Спасителем, и он на небесах, у меня это была стопроцентная вера, и я не знаю, кто бы мог ее оспорить, потому что, действительно, когда Бог дает именно это понимание, это невозможно, но оно не может пошатнуться, Стоит ли посещать такие мероприятия, то есть еще скажу, через эти ситуации, вы письмо Христово, потому что, вы имеете веру, вы имеете семена правильные, и когда человек смиренный, зачастую это так, не все, конечно, могут быть смиренными, но, когда человек смиренный на похоронах, то это плодородная почва, для того, чтобы посеять семя, то есть наше дело маленькое, возвещать Божью славу, и мы должны понимать, что жизнь без Бога, это очень страшно, то есть спасайте людей, и ищите Божью славу, в этих делах, потому что, то, когда я разговаривал, мне надо было помочь дядьке, это мамин брат, который надо было в соседнюю деревню съездить, мы съездили, и потом мы стоим, и я начал расспрашивать у него, а как, говорю, вот здесь один живет, второй живет, я говорю, а как вот те друзья, с которыми я общался, кто-то младше был, кто-то старше, и то, что он мне рассказывал, это действительно страшно, без Бога жить, это страшно, семьи падают, разрушаются, они в руки дьявола становятся, приходит алкоголь, пьянство, убийство, ревность, гордость, это такой букет кошмара, который действительно, только с Богом можно победить, для меня это было, ну как прийти в какой-то изысканный террариум, с невиданными зверьми, и удивиться, что такое бывает, потому что я далек от такого уже стал. Оксана, можно филиппийцам 3.13, если я тебе давал это слово. Но факт то, что забывая прошлое, мы должны простираться вперед. То есть, братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задние, простираясь вперед. То есть, суть этого слова, о чем Павел говорил, мы не должны смотреть на прошлое, мы должны его отпустить, запускать, забывать, прощать, идти дальше, смотреть на будущее. Я понимал, что отца уже не вернешь, но те переживания, которые действительно Бог мне напомнил пару лет назад, они останутся до конца. Но я понимал, что через эту ситуацию посеется семя, и даст Бог, эти люди спасутся. И самое интересное, что когда мы уже летели обратно, я видел, ну, внутри пришло такое ободрение, что лучше в 60 лет уйти к Богу в рай, жить с Богом, чем в 90 без Бога в аду. то есть это большое ободрение, и действительно у Бога все не бывает просто так. Бог всегда знает, вчера у нас беседа, вот Иордан с Люсей приехали, она продлилась до почти до 11 часов, и он много историй рассказал, то есть это как было ободрение, что он встречал много людей, которые даже в 30 уходили, и потом Бог отвечает, говорит, что если, говорит, я бы его не забрал, он бы упал и больше никогда бы не пришел ко мне. Поэтому мы должны понимать сердцем, не мозгами, сердцем, что Бог делает самое лучшее для нас, и он приготавливает нужную почву и нужное время. Оксана, можно еще последнюю фотографию, если ты ее? Это как раз в день похорон, то есть всегда приходит какое-то ободрение. Пришел спасти, я здесь, я никуда не делся, не умер, не ушел на покой. Я, как и тысячи лет назад, то есть Бог всегда рядом. В любой ситуации он всегда рядом поддерживает своих детей и ведет вперед. И хочу завершить свое слово таким, наверное, девизом моего отца, который действительно имеет смысл, даже в Библии можно найти подтверждение. Он всегда любил фразу и говорил, да, он был такой же, как и все мы, он печалился, когда что-то происходило, но никогда не падал духом. И он говорил это как, ну, у него это было на сердце записано, что бы ни случилось, нужно продолжать жить дальше. поэтому приобретайте Божью веру и двигайтесь вперед. Что бы ни случилось, Бог всегда поддержит и укрепит. Спасибо. Спасибо.